Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о молодежи, о молодежной политике, о том, чем сейчас заняты молодые люди Краснодара и края вообще. Гость нашей сегодняшней программы Сергей Килин, руководитель Крайлового департамента молодежной политики. Здравствуйте, Сергей. День добрый, Алексей. Ну, на самом деле, чего тут скрывать, мы не первый раз с вами встречаемся в этой студии, но вот в вашем новом, в вашей новой апостаси. Я вас здесь вижу впервые, поэтому поздравляю вас, раньше у меня не было такой возможности. Если позволите, давайте начнем с того, что лето, молодые люди. Вот лето и молодые люди, мне кажется, одно из направлений работы молодежной должен быть молодежный туризм, потому что если не летом, то когда, потому что все остальное время года молодые люди как-то больше заняты, нежели летом. Насколько это приоритетное направление, насколько оно пользуется популярностью среди молодых людей края? Бесспорно приоритетное, как минимум по причине того, что это малозатратный вид отдыха. Вы очень правильно сказали, что летом больше ходят в походы, потому что молодежь имеет возможность идти, так как на самом деле в Краснодарском крае в течение всего года организовываются походы, но летом действительно у молодежи каникулы, многие берут отпуска работающие молодежь, и есть возможность посетить лучшие места нашего края. Конечно же, каждый год стараемся увеличить в большей мере, сделать доступными эти походы, большей частью охватить как можно большую часть широкую аудиторию, и считаем, что у нас это получается, хотя, конечно, ставим себе задачи более серьезные, может даже амбициозные, планируем на следующий год увеличить количество походов, и я думаю, это произойдет. Опять же, у нас край достаточно уникален по своей географии, здесь можно отправиться и в горы, и степная часть, какая большая есть, плюс еще есть водные ресурсы и море, я сейчас разделяю пресную воду и соленую. Что пользуется большей популярностью, какое из направлений? Идут в сторону Черного или Азовского моря, отправляются в горы или куда-то в лесную часть? Тут два аспекта. Первый аспект, бесспорно, как организуешь, как представишь проект этого похода, так и будет внимание со стороны молодежи именно к этому мероприятию. Конечно, любят горы, любят горы всегда, потому что горы ассоциируются с романтикой, не каждый день ты сможешь пройти горными тропами, увидеть звездное небо, поэтому, что касается второго момента, то в большей мере идут в сторону гор. Но вот Кубань, она благоприятствует этому направлению. На территории Краснодарского края организуются походы не только наши региональные, но и федерального уровня, и даже некоторые лагеря находятся на территории Кубани. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, больше нравятся горы. Но как организует орган по делам молодежи поход, так и будет это влиять на популярность среди молодежи. А вот здесь, кто чаще становится инициатором? Все-таки чиновники, не знаю, там краевого или муниципального уровня, будь то департамент молодежной политики края, да, или там управление на уровне муниципалитета, неважно. Или есть инициатива и от самой молодежи, когда приходит, не знаю, молодой человек и говорит, у меня есть определенный опыт, я готов взять группу, там, не знаю, из пяти, из десяти человек, давайте вместе скооперируемся, вы поможете, подключив административный ресурс. Я свои таланты пешие готов предоставить. Вот кто здесь? Примерно так и происходит, только я добавил бы еще одну категорию, это коммерческие походы, и такие имеют место быть в Краснодарском крае. На самом деле, здоровый образ жизни является таким популярным направлением, не только среди молодежи. Поэтому общественный запрос подталкивает и коммерческие организации работать в этом направлении. Ну, что касается непосредственно органов власти, как муниципальной, так и государственной, то, конечно, в первую очередь выбирается направление, во вторую очередь организуется поиск инструкторов, и среди вот этих инструкторов как раз появляются те общественники, которые имеют опыт, имеют знания в этом направлении, они приглашаются на работы по разным вариантам, это либо участие в конкурсных процедурах, либо прямые договоры, и организуется тот самый поход, о котором мы говорим. Еще одно направление, и вот тоже, мне кажется, молодежный туризм можно сюда же отнести, такое общее название, не знаю, здоровый образ жизни. Ну, с походами мы разобрались, дальше спорт, причем я сейчас говорю не о спорте высоких достижений, нет, я сейчас говорю о массовом спорте, может быть, даже о дворовом спорте. Это имеет развитие в крае или нет? Это одно из самых приоритетных направлений, потому как не каждый молодой человек имеет желание и возможность ежедневно тренироваться по разным причинам. Стадин Кубани у нас один. Даже не в этом плане, может у него интересы другие, может он хочет развиваться в творческом направлении, но дворовый спорт позволяет любому человеку в течение пяти минут сделать небольшую тренировку, сделать небольшое усилие над собой и организовать самостоятельное оздоровление. Причем, учитывая то, что дворовый спорт, уличный спорт, это не поединок с другим, а поединок с собой, конечно, можно назвать это видом спорта добрых людей, он воспитывает более критическое отношение к себе, нежели к своему сопернику. Поэтому здесь не только проявление оздоровления в физическом плане, но и в духовном. Вот я упомянул намеренно духовном, потому что здоровый образ жизни — это не просто какие-то физические упражнения, это целая философия. Развивая эту тему, нужно уделять внимание и литературным аспектам, уделять внимание философии здорового образа жизни. И тогда мы можем получить поколение, которое не просто фанатично где-нибудь вертится на турнике, но понимает, для чего она этим занимается. Она понимает, что необходимо передать следующему поколению, своим детям эту информацию, опыт, пример, и понимает, что от этого будет зависеть продолжение нашего рода и, соответственно, народа. Все равно, мне кажется, спорт, будь он высоких достижений или дворовый, он все равно должен, прежде всего, определять, кто там выше, быстрее, сильнее. То есть какие-то соревнования, они же все равно должны происходить. И вот здесь роль администрации, опять же, будь то муниципальная или краевая, очень важна, когда людей из разных дворов, может быть, из разных муниципалитетов собрать на одной площадке. Не только из разных муниципалитетов, но и из разных регионов. Потому как организация таких соревнований, конечно, это серьезный рывок вперед, это привлечение другой части молодежи, которая об этом не знала, в том числе и даже местных властей. Потому как популяризация этой темы и представление перед глазами власти позволяет местной власти реагировать в плане развития инфраструктуры. Потому как сейчас нужно сделать достаточно серьезные вложения, чтобы обеспечить нарастающий потенциал в плане популярности дворовых видов спорта соответствующей инфраструктурой. В этом направлении есть определенные проекты, подвижки. Вот на встрече с главами, заместителями глав муниципалитетов мы видим отклик. Понятно, что существуют финансовые проблемы, другие организационные вопросы, но есть идейное желание. Я думаю, в ближайшее время она найдет продолжение в части строительства соответствующей инфраструктуры. Прежде чем я задам следующий вопрос, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Я думаю, сюжет уже будет понятно, о чем мы будем говорить. Но тем не менее, давайте сначала посмотрим. Они снова в сборе и снова готовы удивлять. Регион 93 в юбилейном 10 сезоне собрал самую активную и позитивную молодежь Кубани. А еще очень спортивную. Юношу установили на площадке большую металлическую конструкцию. Она нужна для воркаута, упражнений на силу и выносливость. Приехали сюда для популяризации воркаута, как альтернативе вредным привычкам. Мы показали воркаут во всей красе. Думаю, ребятам понравилось. Прежде всего, я думаю, им понравилась доступность, своеобразная такая красота, зрелищность. Полевые условия здоровому образу жизни не помеха. Духом спорта здесь буквально пронизан каждый дворик. Это территория представителей от районов края. И, как говорится, война войной, а обед по расписанию. В полевых условиях девушки умудряются быть настоящими хозяюшками. А мы и есть идем. Дружные, веселые, активные и инициативные за 10 лет обжили Крымскую поляну Северского района. Ведь регион 93 – это уже маленький городок со своими жителями, законами и порядками. В этом году молодежный город засилит начинающие преподаватели, православные семьи, лидеры молодежных объединений. Каждая смена, по словам организаторов, будет пронизана патриотизмом. Ведь посвящают свой юбилей активисты 70-летию Великой Победы. Вот 10 лет в этом году региону. Насколько это значимый проект и для департамента молодежной политики, в частности, и для краевой власти вообще? Алексей, еще пользуясь случаем, разрешите поблагодарить тех ребят, которые являются идейными вдохновителями уличных видов спорта. Сегодня, Сандро, мы сейчас увидели в виде репорта, в сюжете. И есть еще определенная когорта молодых ребят, которые продвигают это движение на бескорыстной основе. Большое им спасибо. Некоторым мы предложили уже работу в департаменте молодежной политики. Что касается проведения форумной кампании. Бесспорно, это необходимая часть работы с молодежью. Потому как организация молодых людей с разных муниципалитетов, не только с точки зрения их оздоровления, но и в плане образовательного процесса, это чрезвычайно важное направление. Ведь на регионе 93 проходит не только знакомство молодых людей, происходит творческое развитие, происходит общение и знакомство с экспертами политическими в различных родах других направлений, деятелями. И, соответственно, мы получаем на выходе тот молодежный состав, который в течение года потом будет продвигать те инициативы, которые они услышали на регионе 93 в своих муниципалитетах. И тем самым создавать такую созидательную, положительную атмосферу в молодежной среде района. О форумах мы еще поговорим, но прежде чем это произойдет, давайте посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашему разговору. Реклама. Мы продолжаем нашу программу, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о молодежной краевой политике. Сергей, вот до рекламы мы начали с вами говорить о форумах, вспомнили форум регион 93, но я знаю, что и вы, и наша молодежь принимают участие и принимали участие и в федеральных форумах. В этом году более 400 человек принимает участие в федеральных форумах. Если сказать о федеральных форумах, то это неотъемлемая часть государственной молодежной политики, это серьезный приоритет. И сейчас на территории Российской Федерации, на разных окраинах, в центре существует несколько подобных форумных площадок. Бесспорно, это очень интересные с точки зрения организационных особенностей, с точки зрения инфраструктурных площадки. Там сосредоточены инновационные проекты и организация, присутствие и молодежи, и сотрудников департамента молодежной политики на этих площадках. Оно определяет дальнейший ход развития регионального форума. Мы видим, с одной стороны, свои силы и потенциал, с другой стороны, наблюдаем то, к чему мы можем стремиться и понимаем, что это возможно. Поэтому на следующий год, я думаю, будет серьезное видоизменение региона 93 не только в плане количественного наполнения, но и качественного содержания инфраструктурной части и образовательного процесса. Я прекрасно понимаю, что количество федеральных молодежных форумов может быть ограничено. Я прекрасно понимаю, что не может люди, занимающиеся на государственном уровне молодежной политикой, разорваться по всем регионам. Но, тем не менее, нельзя же вариться в собственном соку. Может быть, есть смысл кого-то приглашать на тот же самый регион, либо самим ездить в Ставрополь или в Ростов? Вот помимо федеральных форумов, существуют еще форумы округов, окружные форумы. Буквально неделю назад начал свою работу форум Северо-Кавказских республик «Машук-2015». Мы присутствовали на открытии, тоже серьезный форум. Подобная тема будет и у нас в Южном федеральном округе. В сентябре пройдет форум «Селиаз» в Астрахани. Конечно, здорово было бы, если бы в следующий период, в следующие годы этот форум был не только на территории Астраханской области, но и в Краснодарском крае, на Кубани. Мы считаем, что регион достаточно многочисленный, в рамках Российской Федерации многозначный. И ориентировать форумную площадку Южного федерального округа на Кубани будет и политически важно, и в плане развития молодежных инициатив. Поэтому мы будем выступать с инициативой провести следующую форумную кампанию на территории Краснодарского края. Ну, опять же, на форумах в том же самом регионе 93 очень много уделяется внимания творческому развитию, развитию творческих проектов, которые существуют. Ну, в данном случае мы говорим в Краснодарском крае, в молодежной политике. Как развиваются, какие бы вы отметили для себя проекты молодежные, именно творческие, здесь на территории края, что мы увидим в развитии? Да, любой форум – это прекрасное место для презентации нового проекта. Например, если взять творческое начало, мы знаем, что в каждом молодежном сообществе есть ребята, которые пишут стихи. Может быть профессионально, может быть просто как небольшое увлечение, но это сообщество очень многочисленное. Не поддерживать его будет неправильно. С другой стороны, поддерживая, мы можем через несколько лет получить очень серьезный региональный потенциал в плане молодых людей, литературно ориентированных. Поэтому, например, конкурс «Свободный микрофон», который имел начало в Краснодаре, сейчас мы будем выводить на региональный уровень. Считаем, что подобная площадка для молодых поэтов очень нужна, и она будет способствовать в целом увлечению литературой. А так как год 2015 является годом литературы, конечно, здесь нам нужно сделать еще больше усилия. Я думаю, это получится у нас. Ну, раз уж мы заговорили о свободном микрофоне, я прекрасно понимаю, что сейчас, ну, с точки зрения федерального закона, многие интернет-ресурсы имеют статус изданий, издательств, печатных СМИ. И здесь, как мне кажется, да, нужно воспитывать в молодежи вот это вот умение общаться, общаться между собой на уровне средства массовой информации. Что делается в этом отношении? И вообще, насколько интернет-ресурсы вы готовы в своей, в продвижении молодежной политики задействовать? Два момента в вашем вопросе я могу отметить. Первое. Насколько влияет интернет на молодежное поколение и каким образом молодежь пользуется им? Здесь наша самая главная задача объяснить молодому человеку, что новая реальность интернет, конечно, она будет сопровождать человека в будущем. Это уже неотъемлемая часть, но важно понять, что пользоваться им можно как созидательно, так и с угрозой для развития как личного, так и общественного. Поэтому наша задача, я повторю, заставить человека молодого задуматься, использовать интернет как созидательное начало. Второй момент. Насколько полно пользуются молодежные органы, органы по делам молодежи, теми существующими ресурсами, которые предоставляет интернет. В этом направлении у нас подготовлен проект развития молодежных редакций. Это будет не только развитие социальных сетей, созидательно ориентированных, не только создание сайтов. На сегодняшний момент, к сожалению, не все органы по делам молодежи Краснодарского края обладают этим ресурсом. Но к первому сентября мы поставили задачу, чтобы были наполнены как раз интернет-сайтами все муниципальные образования. Второй момент. Развитие социальных сетей. И третий момент. Развитие молодежных редакций в целом в каждом муниципальном образовании, в том числе и печатных. То есть будут создаваться молодежные редакции, которые тем либо иным образом будут влиять на информационное поле района. Это важное направление. Мы знаем, что в советское время существовало очень много ресурсов, которые обеспечивали молодежную составляющую. И потом вот такой был некий провал, который, конечно же, повлиял на развитие благоприятной информационной среды. Поэтому здесь наши усилия будут очень серьезными. Пока мы недалеко ушли от форумной темы, опять же, вот мне кажется, эти вопросы, они очень перекликаются. Интернет, общение, форум. Понятное дело, существует регион 93. Понятное дело, здесь в городе Краснодаре существует такая площадка, как Дубрава. Что-то подобное есть в других муниципалитетах. И вообще, можно ли наладить общение не только в рамках 93-го форума региона 93, но и, скажем так, кто-то приезжает в Дубраву, кто-то из краснодарцев едет в какой-то другой район. Вы затронули очень важную инициативу и предложение, которое сейчас рекомендовано всем муниципальным образованиям. Я могу стать с автором. Мы так и сделаем. На самом деле, в некоторых муниципальных образованиях подобные форумы проходят. В Северском районе, в городе Краснодаре, бесспорно, Дубраву, которую знают далеко за пределами края. И в других муниципальных образованиях развиваются такие площадки, но не во всех. Мы считаем, что создание такой площадки, молодежного лагеря, это определенная ступень развития органов по делам молодежи. То есть, если они уже дошли к этому и самостоятельно смогли найти финансирование, самостоятельно смогли организовать форумную кампанию, образовательный процесс, который мы, кстати, сейчас курируем и делаем рекомендации, чтобы было единообразно, то, значит, орган по делам молодежи уже сознательно подошел к этому этапу. Поэтому в будущем мы планируем, чтобы подобные кампании были во всех районах. Это реально возможно. Где-то даже существует не так, чтобы заброшенная инфраструктура, но та инфраструктура, которая, возможно, неэффективно где-то использовалась, либо использовалась в тех отраслях, которые не столь значимы. Конечно, здорово, если как раз подобные лагеря были переданы органам по делам молодежи. Ну и, соответственно, мы получим очень серьезный ресурс работы с молодежью. И еще один момент очень важный. Я прекрасно понимаю, существует региональный орган, который занимается молодежной политикой. Я имею в виду на уровне муниципалитета. Но ведь существуют в нашей стране вообще и в крае в частности молодежные общественные организации, которые объединяют молодых людей по разному принципу, политика, экономика, спорт и что-то еще. Как складываются взаимоотношения между государственным органом или муниципальным и такими общественными организациями? Конечно же, существует. Человек, существо социальное, поэтому молодежные организации, в целом общественные организации имеют место быть. И они, как были, будут и будут развиваться. Другой момент, что не все молодежные организации, а, являются созидательно настроенными, б, не о всех органах по делам молодежи знают и ведут конструктивный диалог. Поэтому здесь сейчас мы поставили задачу, как минимум, выявить в каждом муниципалитете все общественные организации, молодежно ориентированные, будь то созидательные и в том числе и не совсем конструктивные. И второе, наладить работу с теми, которые нуждаются в помощи и те, которые могут принести пользу району. Это вот приоритетное направление. Ну и в целом, на территории Кубани нам нужно создать несколько молодежных организаций, которые, инициатива по созданию которых произошла бы именно снизу, от самой молодежи, мы уже бы обеспечили условия для их развития. Это вот тоже необходимый шаг, который будет в ближайшее время выполнен. Ну и я прекрасно понимаю, да, что вот то, о чем мы с вами говорим, развитие дворового спорта, да, и те же самые форумные дела, и тот же самый молодежный туризм, он требует определенного финансирования. Насколько вы испытываете финансовые трудности, и как вам видится ближайшая перспектива? У нас есть определенные проекты на следующий год, которые требуют определенных финансовых затрат. Это вот и развитие инфраструктуры для дворового видов спорта. Но, а в целом, бюджет позволяет развиваться и определяет приоритетные направления, как достижимые. В этом плане региональная власть и непосредственно руководитель Вениамин Иванович Кондратьев, он видит конкретное направление, видит достижимость, и я думаю, у нас в этом направлении будет все созидательно активно. Поэтому на данный момент мы видим свои ресурсы и видим их эффективное использование. Поэтому нормально в этом плане. Спасибо большое, Сергей, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили о молодежной, краевой политике. Мы говорили о том, как будет развиваться эта самая политика, и чего молодежи ожидать от краевых властей. Гостем нашей сегодняшней программы был руководитель краевого в департаменте молодежной политики Сергей Килин. Еще раз большое спасибо. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что наша программа выходит в эфир каждый день. Не пропускайте. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...